МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня пятница 13-е, но надеюсь, что этот день оставит только хорошее впечатление. А мы готовы рассказать о главных событиях непростого дня. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Сотрудники ГИБДД отмечают огромный рост числа аварий с участием несовершеннолетних. Ситуацию может осложнить и то, что у детей скоро начнутся летние каникулы. С начала года в ДТП пострадали 16 детей. Львиная доля ЧП пришлась на апрель-май. В результате несчастных случаев один ребенок погиб, и 15 получили серьезные травмы. Из числа аварий всего 4 произошло по вине детей. Если учесть, что скоро летние каникулы и детей, гуляющих по улицам, станет в разы больше, сотрудники ДПС дали старт рейдовым мероприятиям. Полицейские уделяют особое внимание автомобилистам у пешеходных переходов, а также проводят профилактические беседы с владельцами велосипедов и скутеров. Конечно, без штрафов здесь не обойдется. При этом родители должны контролировать прогулки своих чат, и прежде чем купить ребенку велосипед, обязательно обсудите, где и как он будет кататься. Напоминаю водителям, чтобы заблаговременно сбрасывали скорость перед пешеходными переходами, большими перекрестками, также перед опасными участками дорог. Также родители обязаны напоминать правила дорожного движения своим детям. К другим темам. Останки погибшего под Смоленском в 1941 году красноармейцы из Прикамья через 70 лет доставили на родину и захоронили в родных местах. На месте гибели Пермяка в начале мая побывали его потомки. Оттуда они увезли прах погибшего в родное село. Этого могло бы и не произойти. Перевозка останков и трансфер родственников в Смоленскую область стоил больших денег. Помог депутат ЗАГС Собрания Дмитрий Скриванов. Наливайте полней, поминайте меня. Долго ждать не пришлось этого дня. Никакою сыной не измерить утрату. Наливайте полнее, вернулся солдат. Погибшего на войне бойца сегодня встречает вся деревня. Именно из этого поселка в августе 1941-го Безиан Рангулов и ушел на фронт. Бабушка рассказывала, что именно когда даже в молодости он пел, что где бы нас ни носило, где бы мы ни ели, ну это вот перевод так скажем, да, хочется, чтобы именно родная земля была подо мной именно в том месте, где я родился. Но, видимо, это было его желание, я считаю. Безиан Рангулов сразу попал в одну из самых горячих точек Великой Отечественной – под Смоленщину. На фронте он пробыл всего месяц. Окоп, в котором от фашистских пуль прятался молодой солдат, засыпалось землей. Его останки нашли только спустя десятки лет. На место гибели бойца Рангулова приехали почти все родственники. У нас не было вопроса, мы не поедем, поедем. У нас был вопрос, кто поедет и на чем мы поедем. И нам вечером позвонили, что депутаты законодательного собрания могут оказать нам, хотят оказать, хотят, желают, у них такое желание есть, оказать нам такую помощь в организации поездки. Помог Дмитрий Скриванов. История солдата его глубоко тронула. Без лишних вопросов депутат организовал поездку для всей семьи. Для меня вот это не что иное, как проявление патриотизма к своей родине, к нашему краю, Пермскому краю. И я надеюсь, что молодое поколение, по крайней мере, сегодняшним днем и 9 мая, будет знать, что такое великая победа российского народа. Участника Великой Отечественной Безяны Рангулова похоронили на родной земле по всем мусульманским обычаям. В последний путь героя провожали 12 внуков, 17 правнуков и 10 праправнуков. На этой неделе мы подводим итоги празднования Дня Победы. Всю насыщенность и торжественность мероприятий на себе ощутили журналисты Медиакуба из Губахи. Акции и мероприятия, посвященные Дню Победы, начались в Губахе задолго до 9 мая. Среди них Дети войны, Вальс Победы, Межмуниципальный фестиваль «То, что я должен сказать». Выступление Пермского губернского оркестра и легкоатлетическая эстафета. Уральский май отличается непредсказуемостью. 6 числа грело солнце, а 7-го тучи закрыли небесное светило и поднялся пронизывающий ветер. Музыканты Пермского губернского оркестра в сквере Победы аккомпанировали вокалистам, приехавшим к Губаху из краевой столицы. Их выступления были настолько зажигательными и согревающими душу, что и погода сжалилась. Выглянуло долгожданное солнце, и вальсы Победы губахинцы танцевали уже под его лучами. Накинули на плечи синие платочки и в поселке Северный, где также прошла акция вальсы Победы, стартовавшая в прошлом году. Во времена Великой Отечественной, по словам героя известного кинофильма, после боя песен хотелось двойне. Вот и Ирик Шагабудинов, заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана Пермского края, считает, что только через песню можно в полной мере прочувствовать дух Победы и подвиг народа. Я сам являюсь организатором Всероссийского фестиваля автомата-гитары, который проводится в Чайковском, и знаю, что на этих мероприятиях собираются очень большое количество людей. Особенно, когда поют сами ветераны, это, конечно, не трогает. Песен, как и танцев и стихов, на межмуниципальном фестивале «То, что я должен сказать» хватало. Заключительными аккордами празднования Дня Великой Победы стали митинги в Углеуральске и в Сквере Победы Губахи. 9 мая губахинцы, отложив все свои дела, прошли в рядах Бессмертного полка и отдали дань уважения ветеранам, которые живут среди нас. Великая Победа, Великою Сыной, Советского Союза, только память не стой. А из 45-го останется где-то, как Победа. Ульяна Бажанова, Андрей Токарев, Медиакуб Губаха. Полицейский дядя Степа. Под таким названием хранители правопорядка провели конкурс детских поделок. По мне вот так самая потрясающая работа – это вот эта. Поделки из теста, рисунки фломастерами, акварелью, мягкие игрушки, поделки из цветной бумаги и даже игры. Накануне в актовом зале УВД из такого многообразия выбрали всего три работы, которые отправятся на краевые соревнования в Пермь, а затем, возможно, и на всероссийские. Это будут решать посетители сайта ГУ МВД по Пермскому краю. Там разместят фото поделок, те, что наберут большее число лайков и отправятся в Москву. Невыбранные работы останутся радовать всех на открытых выставках «Полицейский дядя Степа». В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. Львиную долю поделок предоставили воспитанники из детского дома, учащиеся 11-й школы и, конечно же, дети полицейских. Хотя сейчас погода нас не радует, на следующей неделе синоптики предсказывают потепление. Тогда в наш город придет настоящее жаркое лето, которого мы так ждали последние два года. Поэтому пора приобретать себе обновки на лето, в том числе и обувь. А сколько пар туфелек должно быть в гардеробе каждой девушки, выясняла Евгения Кокшарова. Сколько пар обуви должно быть в гардеробе каждой женщины? Сколько у вас? 9 у меня. Около 15, мне кажется, должно быть. Летний? Примерно 10. У меня где-то три пары обуви летней. Кожаные сланцы, босоножки и такие летние кеды. Ну, у меня, наверное, пар 20 есть. Лично у меня. Ну, больше, лучше, потому что они дольше носят, если их много. Несмотря на то, что мнения расходятся, стилисты всего мира считают, что существует базовый обувной гардероб. Например, классические черные туфельки должны быть у каждой уважающей себя леди. Для летних женственных образов ультрамодные босоножки на устойчивом каблуке. Ну и, конечно, нужно давать отдохнуть любимым ножкам. Молодежь сейчас предпочитает кеды. В нашем отделе такие модели поступили с 33-го размера. Можно будет подобрать на любой вкус и кошелек. Текстильная обувь завоевала сердца миллионов. Кеды самых разных цветов и размеров. Модные слипоны на толстой резиновой подошве. И хит этого сезона – очень удобные и практичные слиперы с ярким принтом. Очень соблазнительный вариант для любой современной девушки. Правда, не стоит забывать, что обувь лучше приобретать фабричную. Ведь некачественная обувь быстро потеряет форму. Поэтому, выбирая обновки на лето, обращайте внимание на производителя. Текстиль этот не линяет, не выцветает. Он долго сохраняет цвет и форму. Стелька в такой обуви изготовлена из кожи. Кошедышащий материал. Хорошо впитывает влагу. Подошва – полиуретан. Она легкая, амортизирующая. В такой обуви будет легко ходить. Нога будет себя чувствовать комфортом и не устанет. Босоножки, туфли, легкие ботинки. Широкий ассортимент как женской, так и мужской обуви. Вы можете найти в обувном магазине «Шевро». Сейчас здесь настоящий ажиотаж. Ведь тут продают обувь только от проверенных производителей. Адрес магазина «Шевро» знаком многим. Торговый центр «Миллениум», второй этаж. Как мы уже выяснили, в женском гардеробе может быть бесчисленное количество пар обуви. Все зависит от наших возможностей. Спасибо. Но хотя бы одну летнюю обновку вы приобрести просто обязаны. Хотя бы потому, что уходить из обувного магазина в новой паре – это просто потрясающее ощущение. Евгения Кокшарова, Александр Зигзеев. Новости на ТНТ. Вы смотрели «Главные новости города». Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Открытый разговор». А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и отличных выходных.